Полная практика прощения с Green My Life Ярослав Мутор-Воронцов. Татьяна, 12 декабря, подведение итогов по шагу 2. Хочу вот рассказать, поделиться с вами, друзья, о том, как у меня проходил второй шаг, где я делала технику адвокат-прокурор, писала письма по благодарности своему бывшему обидчику. Я просила извинения, и я его прощала. И последний этап, это был о том, как я прощалась с ним, я отпускала его полностью. И хочу поделиться с вами тем, как у меня проходил этот процесс. Итак, суд. Он занял у меня несколько дней, так как претензий у меня было достаточно много. Их было больше 20. И этот процесс требует достаточно много энергии. Для того, чтобы качественно его сделать, нужно уделить много времени. По крайней мере, это потребовалось от меня так. У меня так получилось. И в суде мне приходилось вживаться прямо в роль прокурора, адвоката. И в этой технике очень важно хорошо, глубоко прочувствовать, пропустить через свои чувства. Чувства ответчика и свои. Для того, чтобы понять логику, как это все происходило, почему это происходило. То есть с помощью этой техники есть возможность, собственно, это является и целью, прочувствовать чувства ответчика, понять логическую цепочку его поступков, почему он так поступал, что его двигало на самом деле. И в процессе я поняла, что насколько глупые были мои претензии, насколько они были необоснованы. По сути, я была эгоистична. Я не понимала даже этого и считала, что на самом деле я полностью отдаюсь нашим отношениям. что я выкладываюсь на все 100% только ради того, чтобы уладить все, что я абсолютно не думаю о себе. Вот что я считала. Но, как оказалось, для меня это было в тот момент удивительно, но это действительно так. Я поступала эгоистично, я исходила из своих корыстных побуждений. Эта техника позволила мне увидеть и почувствовать чувства, увидеть истинные причины поступков моего ответчика и почувствовать его чувства, что он испытывал. Я поняла, что на самом-то деле он все делал, абсолютно все, только для того, чтобы сохранить то, что у нас было, наше чувство. Я поняла, что он исходил из тех вариантов, которыми он владел в тот момент, в тот период своей жизни, он использовал именно те методы, о которых знал. Эта техника очень глубоко дает возможность это все понять, осознать, то есть пропустить и через ум, и через чувства. И когда это объединяется все у тебя внутри, ты понимаешь всю цепочку и чувств, и действий, причины, то вот те эмоции, те претензии, которые были, они просто меркнут и становятся безосновательны. Эта техника позволяет расширить свой кругозор, свое понимание жизни, принятие человека, так это вообще очень-очень сильно помогает понять и принять другого человека, его поступки. И как оказалось, что он исходил из благих намерений, абсолютно не хотел сделать мне как-то больно или разрушить что-то, наоборот, просто я не понимала истинных причин и истинного его посыла. Эта техника в который раз меня еще натолкнула на то, что очень важна для отношений эта коммуникация, чтобы люди находили понимание между собой, так как на самом-то деле, по сути, мы оба хотели одного, но друг друга не понимали и не слышали. Вот, то есть в этой технике я вживалась в роль адвоката-ответчика, то есть и прокурора. Прокурор, я защищала саму себя, выдвигала претензии и в роли адвоката уже сама искала ответы. Мне приходилось вживаться в роль и из этой роли адвоката-ответчика простраивать и описывать его видение, его сторону и причины, почему он так поступал. И в итоге так сложилось, что мои претензии стали просто глупыми, непонятными, смешными, я бы сказала, детскими. Вот, потом у нас было подведение итогов в медитации, то есть я по каждой претензии в медитации пропускала через чувства и через ум, отслеживала, приняла ли я эту претензию и ответ, проработала ли я ее. Если все было принято, то я переходила к следующей. И, ну, у меня так получилось, что все претензии и ответы были обоснованы, приняты абсолютно полностью. Вот, дальше у нас, у меня был следующий этап, это, и он такой логичный, что после всех этих осознаний и пониманий, я поняла, что на самом-то деле мой партнер не был негативным персонажем. И на самом-то деле, глядя на эту ситуацию, в общем, что он, я бы сказала, еще и страдал от того, что ему приходилось терпеть, ему приходилось видеть это и чувствовать это непонимание, эту агрессию, недовольство, претензии от меня, что я была еще недовольна, хотя я сейчас в процессе поняла, что, ну, в общем, он страдал. На самом-то деле ему приходилось столько вынести, столько вытерпеть, и даже такое понимание было, ощущение и понимание, что подсознание мое провоцировало на меня на какие-то действия, проявления, которые были для того, чтобы мне показать мой урок, сказать, о чем мне нужно подумать, задуматься и что проработать. И вот ему пришлось играть роль вот этого учителя, негативную роль, выражать негатив в мою сторону, хотя, по сути, ему и не хотелось абсолютно. И я сама провоцировала его, а потом еще и обвиняла в том, что вот он так плохо ко мне относится и так далее. Вот. И следующим этапом после подведения итога у нас был, у меня было это написание письма, где я его прощаю за все претензии. И, по сути, у меня уже не было абсолютно никаких сомнений в том, что он не виновен, что действительно оснований к этим претензиям не было. И это были мои ошибки, мое непонимание, невнимание к партнеру. Вот. Возникло такое сожаление того, что я раньше этого не осознала, не понимала. Но, тем не менее, уже как есть. Вот. И я изучила технику, как нужно прощать, извинять, находить, то есть анализировать ситуацию, находить причины, находить свои ошибки, свою зону, определять зону ответственности, брать на себя ответственность за свои поступки, осознавать, насколько сложно было партнеру и насколько я принесла ему ущерб, подбирать слова, как это все проговорить, чтобы это было искренне, от чувств. То есть, почувствовать свою зону, вот, этой ответственности за вот этот вклад в те конфликты, которые были. Вот. И там, по технике, и там необходимо было сделать еще компенсацию, и штрафные санкции. Вот. И эта техника очень хорошо работает и в жизни. Как раз на практике мы ее вот практиковали на тех претензиях, на этой основной обиде, которая у меня была. Как это делать искренне после вот этих сознаний, это было достаточно легко. Да, после, забыла проговорить, в закрытии суда еще было, после которого у меня остался список качеств, над которыми мне нужно работать. То есть, это новые качества, которые помогут мне в дальнейшем не обижаться, не создавать подобных ситуаций, чтобы не наступать снова на те же самые грабли. Вот. И далее вот у нас была практика по написанию писем благодарности, извинения и прощения. Все эти письма я писала от чувств, и от ума в том числе. Вот. И далее я в виртуальной встрече с ответчиком, в медитации, я их озвучивала. Да, выражала какие-то эмоции, которые у меня еще остались. Вот. И интересно было то, что я... Первое у меня было письмо, это я прощала его за те поступки. И к концу уже письма, когда я в виртуальной встрече проговаривала ему, то мне уже хотелось именно посыл такой внутренний, именно извинения за эти поступки, за все. И следующий этап у меня было письмо как раз извинения, в котором я извинялась, приносила свои извинения. И к концу этого письма уже, медитации, вернее, виртуальной встречи, то мне уже хотелось именно благодарить. И вот как из одного письма и нашего общения, вот виртуальной встречи, вот эти этапы, они сменялись так логически по моим ощущениям. И то, как у нас и построено первое, что я прощала, потом извиняла и благодарила. И мои чувства соответствовали всему этому. Мне как раз так вот и хотелось. И это все такой мягкий-мягкий переход был. Вот, далее. Дальше был этап, да, что хотела сказать, и еще второй шаг мне помог отпустить бывшего ответчика полностью. Так как у меня после завершения тех отношений оставалась вот эта надежда, что все-таки когда-то что-то изменится, мы будем вместе. Это было неосознанно на подсознании. Вот эта надежда была, я ее тоже осознала на практике. И на втором шаге мне как раз удалось это проработать для того, чтобы полностью отпустить его, чтобы у меня не было в подсознании вот этой надежды. Вот, и мне это удалось сделать. И последним этапом как раз был этап того, что я должна была отпустить его в жизнь, отпустить его полностью, чтобы не было никаких вот этих надежд, за которые я держалась. Я прекрасно понимала, что мне это не нужно, но это было от ума. А теперь мне нужно было от чувств его отпустить и не держаться за вот эту надежду. И мне это вот благодаря письмам, благодаря вот этой технике адвокат-прокурор, всем полученным ответам, объяснениям претензий, то есть моим осознанием, пониманием, что на этом все, что все это пройдено, все, я уже осознала свои уроки, свои ошибки. Я могу с легкостью его отпустить. Вот, что я и сделала вот в последнем этапе, по второму шагу. Я отпустила его в его жизнь полностью. И это было мне легко. Хотя, когда я изучала саму инструкцию по технике второго шага, то я помню, что вот этот этап последний, когда нужно отпустить, у меня вызывал прям сопротивление какое-то. У меня были эмоции, слезы. Вот только после мысли того, что мне нужно его отпустить. Вот, но в ходе всей практики мне удалось проработать этот момент, именно то, что касается чувств, отпустить его по чувствам. И мне очень понравилась вот эта техника, когда я прощалась и отправляла его на корабле в его жизнь с наилучшими абсолютно пожеланиями, пожеланиями ему счастья в его жизни. И был с благодарностью за его уроки, которые он мне преподнес. Я была очень рада, что он вообще появился в моей жизни. Я прекрасно понимаю, что это было тяжело и ему, и мне, но это были наши уроки, которые нам необходимо было пройти для того, чтобы осознать на будущее, над чем нам нужно работать. Вот, и такой интересный момент, что когда я прощалась, делала технику корабля, отправила его на корабле, то в самом начале нашей встречи в этот день, это была последняя наша встреча, в которой мы общались, и я вручала ему вот этот подарок, компенсацию за нанесённый такой ущерб. Вот, и в этой встрече, когда мы встретились, в моей виртуальной визуализации такой, это был пасмурный такой какой-то день, ещё вот-вот только начинался рассвет, и когда я его уже отправляла, я рассказала, что там будет на корабле, что там будут все люди, которых он любит, которые ему близки, с которыми он хочет быть вместе в своей жизни, встречаться. И провела там мою экскурсию, и вот когда я уже его отправляла, то я со спокойной душой это делала. Я понимала, что этот процесс был для меня, для того, чтобы я это всё прошла, осознала, отпустила его полностью, действительно поблагодарила, и была благодарна ему за всё, и желала счастья. И когда я это делала, то вот этот пасмурный день, он сменился рассветом, прекрасными яркими красками, солнышком. Это было очень вдохновляюще на будущее, своё будущее. Такое было ощущение, что вот я с этим кусочком своей жизни попрощалась, всё. Я его закрыла, и я теперь могу идти в свою жизнь, радоваться своей жизни, действовать, строить её так, как я хочу. У меня нет вот этого, такого якоря, который меня держал. Теперь я чувствую лёгкость, вдохновение и желание жить и действовать на все свои 100%. Вот такое у меня было ощущение в самом конце практики, что я хочу и готова меняться, двигаться, дальше менять свою жизнь, развивать свои отношения, строить их по-другому, прорабатывать все качества, которые мне необходимы для того, чтобы больше ничего подобного в моей жизни не было. И подводя итог, я хочу сказать, что эта практика помогает расширить свой кругозор, своё понимание принятия людей окружающих, понять, что на самом деле каждый исходит из своих знаний опыта в тот момент, конкретный тот момент, и абсолютно не хотят принести какого-то ущерба. зачастую это действительно люди исходят из благих намерений, но мы воспринимаем это со своей точки зрения и не всегда корректно, и что очень важно общаться, говорить для того, чтобы было общее понимание картины, чтобы не было вот этих недоговорок и отношения не портились-то на самом деле. С помощью коммуникации всё можно выяснить, наладить, уладить и сохранить отношения, плюс даже улучшить их. И что действительно мы каждый друг другу учитель, мы каждый друг друга чему-то учим и встречаемся не просто так. Эти уроки зачастую не легко сразу осознать, понять, и в ходе практики я поняла, что для меня они были не очевидны абсолютно. Вот на практике мне удалось именно глубоко заглянуть и увидеть истинные вот эти причины, почему и для чего эти были ситуации для меня. И теперь осталось только исправить их, наработать новые качества и жить дальше, радоваться жизни. Вот что я вам рекомендую в случае, если у вас что-то такое есть в вашей жизни, если у вас есть обиды, то второй шаг поможет глубоко всё это досознать, понять и сделать хорошие выводы, над чем нужно работать, что нужно менять. И принять людей такими, какими они есть, понять от сердца и от ума их причины, их видений, их взгляд. Вот. На этом у меня всё. Благодарю. Это было подведение итогов. Шага 2. Татьяна. Полная практика прощения. Сберим Майдлах и Ярослав Мудр-Воронцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова